И так каждые полчаса жители Новороманова уже шестой год подряд выходят на улицу с опаской. По центральной дороге на Ленина в сутки проезжают около 300 груженных камазов. Перевозят свеклу на черемный сахарный завод. Он летит и отлетает камень. Мне в висок, я говорю, ну благо сантиметр от глаза. Я могла остаться без глаза. Камни из-под колес летят не только в людей, но и в дома. Местные жители нас заверили, при виде камеры водители сбавляют скорость. Вот и на момент нашего приезда здесь стало спокойнее. Но чаще всего большие грузы проносятся по улице на высокой скорости. От таких гонок трещат по швам не только нервы. Забор высокий, но все равно он попал как-то. Когда отлетел камень? Да уже года два или три назад. Два где-то. Несколько лет назад мужчина сделал капитальный ремонт, от которого уже не осталось и следа. Вон угол. Ну вот этот угол пошел в общем. Все равно даже и подливали фундамент, ну насколько хватит. Как-то так. И все из-за этой тряски. Пыль столбом, постоянные вибрации, грохот – не единственная проблема. По этой дороге дети каждый день ходят в школу. По ней же проезжают камазы. Ограничительных знаков здесь просто нет. Именно гуськом на самом деле. Также у меня еще есть ребенок, который в колясочке. То есть мы идем, если вдруг едут камазы навстречу друг другу, получается, нам приходится. Я стою вот так вот с коляской, сзади держу среднего ребенка, которому 4 года в ноябре исполнится. И старший идет чуть-чуть дальше. Кроме того, шумные автомобили мешают людям спать, ведь перевозят свеклу камазы круглосуточно. Спать невозможно. В 3, в 4, в 5 утра просыпаешься от того, что ты на краю дивана и уже падаешь с него. Громыхание среди ночи. Представляете, люди по 70-80 лет громыхания. Маленькие дети. Несколько дней назад одного из водителей подвело колесо. Верные товарищи на трех грузовиках сразу поспешили на помощь. Алло! А ничего, что люди спят! Вот ты стоишь, крабыхаешь! Едь отсюда по-хорошему! Деды живут! Совесть имейте! Администрация района о проблеме знает, но пообщаться с жителями чиновники решили как раз на момент приезда нашей съемочной группы. Как они пояснили, раньше урожай возили по железной дороге. Но после того, как у сахарного завода увеличились пассивные площади в Калманском и Топчихинском районах, через Новороманово запустили машины. Говорят, альтернатива есть. Дорога в объезд. Но чтобы по ней могли пройти КАМАЗы, нужно провести ремонт полотна. Представители сахарного завода приняли решение, что они своими силами ее здесь залатают, сделают проезжей. Ну и возможно, я не говорю, что так будет окончательно, но попытаемся мы эти потоки разделить. То есть суда изгруженные, отсюда идут в этом направлении пустые, порожние. В сельсовете нас заверили, через 10 дней объездной путь приведут в порядок. Ограничивающие скорость знаки установят. Но остановить поток машин ночью, по словам чиновников, не представляется возможным. Иначе встанет производство завода, который ежедневно должен выполнять план. Кроме того, 300 большегрузов в сутки не предел. С конца сентября по ноябрь идет массовая уборка, и транспорта станет в разы больше. Жители села такой ответ не устраивает. Они уверены, что этих мер недостаточно. И это не последний их визит в администрацию района, ведь даже частичная разгрузка не позволит им спокойно спать по ночам и без опаски отправлять детей в школу. Мария Микшута, Андрей Печоркин. День с толком.